Добрый вечер, дамы и господа! Барьерико, пикнайки, фару наик! Мы продолжаем весенние игры «Что, где, когда» в Армении, которые проводятся по лицензии компании «Игра ТВ» и при поддержке премьер-министра Армении господина Карена Карапетяна. На данный момент главным претендентом на выход в финал является команда Армана Абувяна, которая выиграла у телезрителей со счетом 6-4. А сегодня я приглашаю за игровой стол команду Тиграна Ходжаляна, эколог Вероника Шамина, экономист Сергей Мелкумян, программист Арам Арудиняк, юрист Дмитрий Бецков, кандидат искусств поведения Маркар Сетракян и капитан команды, обладатель мраморного орла, специалист по информационной безопасности Тиграна Ходжаляна. Против команды Тиграна Ходжаляна сегодня играют Гаэне Хельмуян, Сиянуш Абаджан, Ирина Баласян, сектор Супер Блиц, Алексей Корчагин, Газар и Светлана Арутюняны, Ашот Нейлян, сектор Блиц, Юле Бартанян, Лаура Геворгян, Маргарита Азизян, Станислав Иванов, и сектор Розго-Страх Армения. Весенние игры, что, где, когда. Телезрители против знатоков. Играем, как всегда, до шести очков. Счет 0-0. Первый рам. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Добрый вечер, господин Иванович. Господин Ходжалян, получилось так, что в прошлом году ваша команда сыграла всего одну игру. Спасибо вам. Заскучились по игре? Очень, очень соскучились, очень ждем, что в этом сезоне сыграем хотя бы две, может три, может четыре, а может и все пять. Против вас играет Маргарита Азизян, врач из Еревана. Внимание, вопрос. Какой особенностью овладают мячи, которые обычно используют для игры в гольф в австралийском городе Куберпеди, где температура днем может достигать плюс сорока градусов по Цельсию? время. Они плавятся, да? Азбестные. Не плавятся, азбестные. Не греются. Не греются? Не греются, чтобы не расширялись. Чтобы не менялись массы, чтобы не таяли, может быть, если это пластик обыкновенная, пластик или что-то такое, А может, они должны расширяться, может, они как-то нише находятся? А может, место воздуха, что-то другое? Расширятся, да, чтобы они в лунке помещались. Они должны не расширяться. Не расширяться, чтобы помещаться в лункер. Подождите, мечи для гольфа бывают из кожи. Может, вместо кожи используют что-то другое? Для гольфа тут как бильярдный, только с дырочками. Люди, особенность мы поняли, что лунки и нагревание не расширяться. А что еще? Какая особенность? Делается специальный материал, чтобы он нагревание не расширялся. Может, какой-то другой формы? Может быть, материал какой-то, что поглощает, и не все. То есть, он остается? Мяч другой формы быть не может. Ну, прям сильно, да, конечно. Они расширяются, да. А тут кто-то просто... Австралия, люди пустые. Кто-то там с температурой. Время, господин Кочаря, время, тишина. После минуты уже все обсуждения прекращаем. Кто отвечает, господин Кочаря? Попробую я ответить. К вам надо обсуждение. Мы пришли к тому выводу, что, скорее всего, мячи обладают следующей особенностью. Они не нагреваются, следовательно, не расширяются и спокойно попадают в лунку. Иначе было бы трудно играть с гольфами, мячами, которые в лунку не заходят. И, скорее всего, сделаны из такого же материала, который позволяет им не расширяться при нагревании. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Господин Кочаря, вы вообще видели, в руках держали мячик для гольфа? Нет. Нет. Жаль. Плюс 40 градусов. Город жаркий. Поэтому жителям нередко приходится играть в гольф по ночам. А мячи, которые при этом они используют, светятся в темноте. 1-0 в пользу телезрителей. Телезрительница Маргарита Азизя приносит первое очко своей команде, зарабатывает теннижный приз в размере. 70 тысяч драм от компании «Ронго Страх Армения». Генеральный спонсор весенних игр «Что, где, когда» компания «Ронго Страх Армения». Спонсор передачи компания «ЮКОМ». Спонсор передачи компания «Мадатов». Наш солнечный спонсор компания «Штиге». Спонсор передачи компания «Вивару». Светное будущее знатоков и телезрители обеспечивают электрические сети Армении. Партнер телезрителей знатоков «Барри Карт». Реклама на канале «Армения». Внимание! Лучшему знатоку сегодняшней игры предприниматель и меценат Рафиса Мерджан дарит книгу Арнольд Тоймбе «Цивилизация перед судом истории. Мир и Запад» со своим автографом. Напоминаю, что все книги нам предоставляет книжный магазин «Бюрократ». Второй раунд! Господин Хочарян! Да, господин Медич! Как вы думаете, у гольпа есть шансы стать популярным видом спорта в Армии? Насколько я знаю, он достаточно популярен между определенного круга людей, да, и проводится... А где играют? А можно рекламировать главный правом? В основном есть хороший гольф-клуб. Ну, по-моему, это и есть единственный гольф-клуб в Армии. И еще есть на частных заведенных дачах и так далее. Понятно. Сектор «Супер Блиц». Три вопроса по 20 секунд размышления на каждый. Играет один знаток. Арам Арутюнян остается за столом. Чтобы одержать победу в этом раунде, господин Арутюнян должен ответить на три вопроса подряд. Против вас играет Артак Григорян, педагог из Гюмри. Господин Арутюнян, Артак предлагает вам угадать название знаменитых фильмов, зашифрованных в смешных картинках. Внимание, вопрос первый. Посмотрите на экран и назовите фильм. Время. Слушаем вас, господин Арутюнян. Может быть, убить Билла? Убить Билла? Внимание, правильный ответ. Вооруженные и замаскированные родители в тени. Особое внимание детям. Эта картинка иллюстрирует, посмотрите на экран фильм. Дети шпионов. 2-0. Артак Григоря приносит второе очко своей команде и зарабатывает денежный приз в размере 80 тысяч грамм от компании «Росгострах Армения». Дамы и господа, у нас в зале присутствует директор компании «Юком» господин Айк Есен и директор по маркетику и коммуникациям компании «Юком» господин Тигран Сафарян. Добрый вечер, господа. Добрый вечер, господин Ильич. Господин Айк Есен, расскажите, пожалуйста, об успехах учеников лаборатории «Армад». Хотелось бы поделиться, да, самое главное, что те ученики, которые учились в «Армад» лабораториях, 84% они поступили в вузы. И из них 43% уже сделали свои стартапы, уже начинают работать в этой области. Это очень хорошие цифры, и мы думаем, наращивание этих лабораторий даст реальный отзыв на инженерную плодотворность нашей страны. Спасибо, господин Ильич. Я могу добавить, только что недавно на Всемирном конгрессе ПСИД в лаборатории «Армад» купило индийское правительство для внедрения в школах Индии. Да, там 300 школ уже в этом году будут иметь в лаборатории «Армад». В нашей стране... Практически «Армад» стал экспортным продуктом в Армении. Ну, если бы не был хорошим продуктом, я думаю, они не бы взяли эти лаборатории, чтобы у них были. И мы реально гордимся, что мы спонсируем и большую часть спонсорства делает наша компания. Спасибо, господин Есайан. А я напоминаю, что обладателям «Раморного орла» компания «Юком» подарит телефон iPhone X. Продолжаем игру. Третий раунд. Господин Бецков. Да, господин ведущий. У вас была правильная версия? Да. Думаю, что да. Я заметил, показывали операторы, что у вас по мимике понял, что правильная версия у вас была. Против вас играет Нуне Вартанян. Маркетолог из Еревана. Вопрос снят нашими корреспондентами. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Когда американский изобретатель и предприниматель Томас Альва Эдисон искал новых сотрудников, он иногда сажал кандидатов за стол и предлагал им тарелку супа. Вопрос снят нашими корреспондентами. Сразу же отсеивал. Первый сразу посолил и поперчил. А третий попробовал, посолил, поперчил, снова понял. А второй? Второй сделал то же самое, что первый, чуть позже, подождал. А второй подождал. А второй, знаешь, влияние на человека. Думаю, второго отсекал, потому что, смотрите, он не принял решение быстро. Самостоятельное решение, да. Он колебался попробовать потом или поперчить потом. Суть в этом, колебался. Да, ну, второго, скорее всего. Они друг на друга смотрели, сидели. Принцип, что он колебался. Время, кто отвечает? Отвечает Сергей Мелкумен. Слушаем, господин Мелкумен. А можно повторить вопрос, господин ведущий? Когда американский изобретатель и предприниматель Томас Альва Эдисон искал новых сотрудников, он иногда сажал кандидатов за стол и предлагал им тарелку супа. Кого из кандидатов Эдисон, понаблюдав за ними, в это время сразу же отсеивал? Ну, у нас есть такая версия, что он, скорее всего, отсеивал второго кандидата, так как тот... По какому принципу, господин Мелкумен? Попробую сейчас объяснить этот принцип, ну, то, что мы улавили, по крайней мере. Он не определился сразу же поперчить, не попробовав, или посолить, не попробовав, поесть, или поесть потом поперчить и посолить. То есть он не определился, он колебался. Первый сразу же решительно посолил, поперчил, не попробовав. А третий кандидат попробовал потом, посолил, поперчил. То есть исходили вот из этой логики, что второй не определился, что надо сделать. Он посолил, поперчил, не попробовав, но сделал это позже, чем первый. То есть он не определился изначально, по какому принципу ему... Американский изобретатель и предприниматель Томас Эдисон предлагал претендентам на работу тарелку супа и следил за ними. Если человек, не попробовав, солил и перчил свой суп, то он его сразу отсеивал, поскольку считал таких людей слишком приверженными к шаблонному мышлению. А если человек попробовал и только солил, то он его переводил на следующий этап отбора. Мы неправильно ответили. Вы неправильно ответили. 3-0 в пользу телезрителей. Телезрительница Нуне Вартаням приносит третье очко своей команде, зарабатывает денежный приз в размере 90 тысяч драма от компании «Росгострах Армения». Господин Кочарин, забудьте счет, просто играйте в свое удовольствие. А уже так и играем. Четвертый раунд. Мы с самого начала так и играем, господин Кочарин. Уважаемые телезрители, присылайте свои вопросы по адресу Ереван, Ягвардское шоссе 1, телекомпания «Армения ТВ». Что, где, когда? Или на электронный адрес info.sobachka.pr.f Помните, что на игровой стол не попадут письма, в которых не будет указан источник информации и номер вашего телефона. Против вас играет Ашот Мелян. Востоковед из Еревана. В 30-х годах 19 века братья Жибюз из Парижа получили патент на один предмет одежды, который благодаря широкому распространению даже стали называть Жибюз. В конце 60-х, начале 70-х годов 20 века в СССР название этого предмета одежды получило неожиданную популярность благодаря персонажу серии детских повестей и мультфильмов. Внимание, вопрос. Назовите этот персонаж. Время. Не знаю, какой-нибудь. Почему? Галстук? Шляпа? Галстук может быть? Нет, не может быть. Почему? Ну, что, в Хорватии забрали. Бабочка. В Хорватии его забрали. Жибюз француз. Мама там как-то была одета, у нее такая куртка, там пальто было, что-то такое. Клёш какой-нибудь. В серии они знаете, когда была? В 60-70-х годах. А ну, погоди, а может быть, на самом деле, бабочка – это Леопольд. Скажем, может быть, брюки-клёш. А, может, бан даже вот этот. Ну, этот бабочка Леопольд. Да, а вот волос, погоди, брюки-клёш. Могут быть? Нет ничего такого? Ну, погоди, бог. Да, ну, погоди. Это, конечно, что-то… Широкие брюки. Широкие брюки. Либо тельняшка может быть. Тельняшка была. Тельняшка была. Да, может, она ушла. Кто у него был? Кто-нибудь помнит? Широкие брюки. Шляпа. Шляпа. Шляпа откуда? Широкие брюки. Широкие брюки. Там не знака подходит как-то ложится. У него-то у них тоже были. Бюджет одежды. Давайте просто перечислять брюки и одежды. Запоньки. Что там ещё бывает? Шляпа какая-то. Шляпка какая-то другая. Голосоксорочка. Какой-то другой головной уборщ. 60-70-й. Детская. Детская. Время. Матросска была. Господин Кочарян, напоминаю, что у вас есть возможность помощи клуба. Да, да. Мы берём помощь клуба. У вас 20 секунд на помощь клуба. На парлях. А что у него? Шляпа вот эта, да? Всё-таки шляпа. Точно? Это жабо. Нет, это жабо. Это точно? Это жабо. Это точно? Это 100 раз. Спасибо, уважаемые. Нет. А пока что? Да? Время. Время. Тишина в зале. Кто отвечает, господин Кочарян? Отвечу я. Наш ответ – это Шапокляк. Ваш ответ – Шапокляк. Внимание, правильный ответ. В 30-х годах 19-го века братья Жебюс получили патент на разновидность цилиндра, который можно складывать лёгким ударом ладони. Братья Жебюс, соединив французские слова «шляпа» и «шлепок», назвали своё изобретение «Шапокляк». 3-1 в пользу телезрителей. А телезритель Ашот Мелян получает денежный приз в размере 100 тысяч драм в качестве компенсации от компании «Росгострах Армения», так как знатоки ответили на вопрос с помощью клуба. Дамы и господа, а у нас в зале присутствуют генеральный директор компании Шпиген Айк Шекян и директор по маркетингу Анни Ахаджанян. Добрый вечер. Добрый вечер, господин Шекян. Господин Шекян, ваша компания предложила идею солнечной общины. А что это такое? Знаете, мы часто едем по разным общинам, в деревнях, городах бываем и видим очень много программ разных, осуществляемых международными организациями, правительственными, в том числе частными компаниями. И мы решили, что стоит объединить все позитивные идеи, которые содержатся в данных программах, в одну единую концепцию, называемую солнечной общиной. То есть, привнести, допустим, все разные организации, что это, например, экологические программы и так далее, мы понимаем, что люди идут к экологии, к экономии, через экономию средств, а не наоборот. То есть, мы хотим достичь такой ситуации, когда община, классическая община в Армении будет из себя представлять общину, где все будут использовать солнечную энергетику, все будут пользоваться светодиодными лампами и так далее. То есть, зеленые технологии будут массово применяться в... Я понял. Господин Шекян, а увидим ли мы на нашем веку солнечную общину? Ну, на самом деле, уже есть много общин, которые процентов на 30, на 40, на 50, в частности, нашей компании были, скажем так, осолнечными. То есть, это, как ни странно, это деревни, допустим, в Ширакской области, в Армавирии, например, тот же самый Ервандашат или, например, бассейн. Они процентов на 30-40 уже... Господин Шекян, я заметил, что вы, выбирая авторов лучших вопросов, предпочтение отдаете телезрителям из Марса. Да, это так. Это потому, что они солнечные общины? Потому что мы тем самым хотим поощрять людей, которые не только пользуются передовыми технологиями, но и играют что, где, когда. То есть, они знают, они умеют, они учатся и они открыты. Спасибо. Спасибо. А я хочу добавить, что лидер спелесолнечной энергетики в Армении, компания Штикин, дарит автору лучшего вопроса игры по версии Штикин сертификат со скидкой в 50 тысяч грамм на каждый киловатт мощности фотоэлектрической электростанции. Продолжаем игру. Пятый раунд. Господин Кочарян. Да, господин. Кто импонирует больше, Крокодил Геннадьевич и Бурашка или Шапокляк? Если честно, Шапокляк. Почему? Я всегда не был отрицательных персонажей в мультфильме. Они более реалистичны и нефальчивы. Тяжелая жизнь, наверное, господин Кочарян. Тяжелое детство, да, деревянные игрушки. Против вас играет Станислав Иванов, администратор из города Самара, Россия. Посмотрите на экран. Внимание, вопрос. С какой целью в некоторых парках мира на вечно зеленых деревьях были установлены такие конструкции? Время. Может, чтобы не росли они? А может, чтобы и солнечные энергии собирать? На них крепится что-то. Они выше верхушек. Это, возможно, для птиц. Они выше верхушек. Смотрите, напрямую солнечные лучи бьют туда. Эти кусты растут на овях. Может, чтобы они росли определенным образом. А, чтобы форму придать дереву? Придать форму дереву? Возможно, чтобы или привлекать птиц, чтобы они в воде стоят. Или наоборот, чтобы там внизу вода как-то, а не в воде. Слушайте, а может быть, просто чтобы они не росли, как-то, до определенного уровня и все. Может, чтобы они такие беседки делали, живые беседки, чтобы получились. А с чего она должна стекать? А она не должна... А может, это воду собирает как-то? А может, это зонтики поднимать? Может быть, это орошает, в смысле, они снизу, вот так, снизу, если эти канаты, которые берут в воде... Слушайте, а вот эти вот сосны, которые воду дают, может быть, они вот... Люди, может, это воду собирает, потом в течение года дает... Фонтан какой-то. Поднимай вода по-любому. Фонтан какой-то, потом она пересыхает. Время. Кто отвечает, господин Коучарян? Кто отвечает, господин Коучарян? Отвечает Вероника Шамина. Слушаю вас, госпожа Шамина. Значит, мне больше всего нравится версия, что... Про воду? Что... Все, отвечаете только вы, госпожа Шамина. Да, все. В общем, есть некоторые хвойные растения, которые, как бы, выступают такими резервуарами для воды. Быть может, таким образом идет сбор воды из вот таких своеобразных природных резервуаров. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. В некоторых парках мира были установлены такие конструкции, чтобы... Посмотрите на экран. Выпадающий зимой снег своей тяжестью не сломал ветки вечно зеленых деревьев. Ведь вечно зеленые деревья и зимой остаются со своей хвоей. И даже небольшой снег может легко сломать ветки. И, по-моему, легче вопроса не было. Куда мы ушли, в какие дебри, не могу понять. Ничего, рассеивают, они тоже снег, да. 4-1. Станислав Иванов приносит четвертый очко своей команде, зарабатывает денег и приз. В размере 100 тысяч. Драма от компании «Росгострах Армения». Да, признаешь легкий вопрос. Дамы и господа, у нас в зале присутствует ивент-менеджер компании «Виваро», господин Рафаэль Довцян. Добрый вечер, господин Довцян. Добрый вечер, господин медицин. Господин Рафаэль Довцян, недавно в Цахказоре открылся первый покерный клуб «Виваро». Расскажите, пожалуйста, немного об этом. Да. Так как в прошлом году мы организовали международный турнир по покеру в Цахказоре, и они прошли на ура, и в частности в гостинице «Мариот» открыли покерный клуб «Виваро», куда каждый, кто хочет, может зайти. Он открыт всегда, каждый день. И по пятницам, субботам и воскресеньям там проводятся турниры с большими призовыми фондами. Спасибо, господин Довцян. Продолжаем игру. Шестой раунд. Я не знал себя безбулет. Мы наилегчайший вопрос тоже сыграли, так что... Не наилегчайший, это был легкий вопрос. Ах, это был легкий? Да. Нормальный вопрос. Я сказал, дождь рассеивает, не дождь расснеет, да. Сектор «Блиц». Три вопроса по 20 секунд обсуждения на каждый. Чтобы заработать одну очко, знатоки должны ответить на три вопроса подряд. Против вас играет Эдгар Гевуркян, экономист из города Глендейл, США. Сегодня в «Блице» вас ждут двустишие современного сатирика Михаила Векслера. Внимание, вопрос первый. Я владею пятью языками, но держу время... Язык за зубами. Язык за зубами. Наш ответ – язык за зубами. Ваш ответ – язык за зубами. Внимание, правильный ответ. Я владею пятью языками, но держу языки за зубами. Внимание, вопрос второй. Я настолько зоркий сокол, что ношу... Время... Бинокль, монокль. Шо ношу с собой монокль? С собой бинокль. Бинокль, монокль без границ. Сокол, что ношу с собой, моноколь или биноколь? Есть у вас еще время. Ну давай, у тебя настолько зоркий сокол, что ношу с собой, что не ношу с собой, может быть. Не ношу с собой, биноколь. Глядя, что ношу в тихотворении. Время, господин Хоучарян. Отвечает Марк Хоучарян. Слушаю. Можно вас попросить повторить то, что было? Я настолько зоркий сокол, что ношу с собой, биноколь. Очки без стекол. Очки без стекол, да, это лучше. Очки без стекол. Внимание, правильный ответ. Следующий раз будет не вовремя. Я настолько зоркий сокол, что ношу очки без стекол. Спасибо, господин Хоучарян. Поэтому надо думать все 20 секунд. Решающий третий вопрос. Мы все равны перед законом, который был... Время... Мы все равны перед законом, который был... А может, овнут каким-нибудь там, я не знаю, закон ома, что-то такое, дроссло. Омом. Мы все равны перед законом, который был придуман омом. Закон ома. Время, кто отвечает? Отвечает Арум Арутюня. Слушаем вас, господин Арутюня. Повторите, пожалуйста, стихотворение. Мы все равны перед законом, который был... Открыт Ньютоном. Вы выиграли, блин. 4-2. Дамы и господа, у нас в зале присутствует руководитель службы автоматизированного учета электроэнергии электрических сетей Армении господин Микайл Кудуян. Добрый вечер, господин Кудуян. Добрый вечер, господин ведущий. Господин Кудуян, несмотря на то, что очень много говорилось о возможности абонентов видеть потребление электроэнергии как на ПК, так и с помощью... Может просто отправить электронное письмо на почту ASKUE-собачка-ена-ам. Мы проверим в течение одного рабочего дня вышлем ответ с возможностью подключения с паролем и юзернеймом. Также хочу ответить, что все абоненты, которые подключены к системе высокого напряжения, уже сейчас имеют возможность подключиться и видеть свои показания онлайн, в онлайн-режиме. Для этого просто необходимо в банке выплатить 5000 грамм за один счетчик единовременно. После чего уже также отправить информацию на почту ASKUE-ена-ам и получить ответ, пользоваться данной услугой. Спасибо, господин Кудуян. А мы продолжаем игру. Седьмой раунд. После того, как чуть не проиграли Блиц, вроде бы собрались, господин Кудуян. Надеюсь. Вашими молитвами. Уважаемые телезрители, ответы на все интересующие вас вопросы вы можете получить на сайте tvigra.com. На этот же сайт вы можете послать ваш вопрос. Сектор Росгострах Армения. Против вас играет руководитель агентской группы филиала Аштарак Давид Макарчан. Французский сценарист и писатель Жан-Клод Карьер в одной из своих книг рассказывает интересную историю. Один крестянин, завтракая, уронил из рук кусок хлеба, намазанный маслом. Каково же было его удивление, когда бутерброд на полу оказался маслом вверх. Крестянин рассказал об этом местному учителю, который, подумав, нашел разгадку. Внимание, вопрос. Как же учитель шутливо истолковал этот случай? Время. Что масло было не настоящее, или слой был настолько тонкий, что это не считалось маслом? Слой масла был толще, чем хлеба? Слой масла был толще, чем хлеба? Наоборот. Крестянин повезло? Сразу или нет? Крестянин. Что нет? Ему повезло? Нет, как это сказать? Крестянин. Он не мог, у него не могут быть очень толще. Учитель так поистеку, что получилось, на самом деле ему не повезло. Почему? То есть он на что-то не то упал? Он упал, может, на самом деле... В воздухе остался, или его кто-то удержал. Поймал его кто-то. Поймал его, зачем его кто-то? То есть он должен был кому-то отдать, этот кусок, но он не отдал. То есть он упал маслом вниз, то есть ты его не кушаешь. Может, и масла-то там и не было, да, практически. Масла? Масла? Я какой-то целью упал. Упал на масло, но вышло, наверное. Он шутливо ответил. Надо шутливо качать. А, то есть он настолько кусок хлеба был тонкий, что он упал и просачивался. Можно с двух сторон на масло? Да нет, наоборот, мне кажется. Все-таки христианин там... Христианин маслом надо. Очень масло мало. Тонкий слой масла было, поэтому как масло не считалось. Время. А кто отвечает, господин Хочарян? Отвечает Дмитрий Бецков. Слушаем вас, господин Бецков. Ну, возможно, учитель ему сказал, что вот масла было настолько мало, что вот бутерброд упал хлебом вниз, даже не маслом вниз. масла не хватило. Вот толщины в слое масла не хватило, чтобы он упал маслом вниз. А при чем тут шутка тогда, господин Бецков? Бедный он, значит, Кристина. Масла ему не хватает. Внимание, правильный ответ. Учитель, поразмыслив о случившемся, и ответил Кристинину, что наверняка тот намазал масло не на ту сторону. 5-2, 5-2 в пользу телезрителей. А у нас дегустационная пауза. Дамы и господа, у нас в зале присутствует директор по маркетингу Степанакерского коньячного завода, господин Левон Будаган. Добрый вечер, господин Будаган. Добрый вечер, господин ведущий. Господин Кочарян. Да. И все-таки, несмотря на счет, я предлагаю выпить за вашу победу. Сейчас. Спасибо большое, господин ведущий. Уважаемые гости и телезрители, недавно я прочитал цитату одного из основателей новой американской журналистики 60-х Гая Тализа, и цитата мне очень понравилась. Из всех сверстников мне больше всего импонирует общение с Каньяком. Генеральный спонсор весенних игр «Что, где, когда» компания «Росгострах Армения». Спонсор передачи компания «Юком». Спонсор передачи компания «Мадатов». Наш солнечный спонсор компания «Штиген». Спонсор передачи компания «Вивару». Светлое будущее знатоков и телезрители обеспечивают электрические сети Армении. Партнер телезрителей знатоков «Барикард». Реклама на канале «Армения». Дамы и господа, у нас в зале присутствует генеральный директор проекта «Барикард» Марина Даллакян. Добрый вечер, госпожа Даллакян. Добрый вечер, господин. Госпожа Даллакян, какие преимущества есть для владельца «Барикард»? Наши участники могут делать покупки около 300 и больше торговых точек наших партнеров и вернуть часть потраченных денег обратно на карту. Помимо этого, можно будет оформить кредитный лимит до 4 миллионов драм с минимальным пакетом документов на какие-нибудь необходимые расходы. Ну, конечно, и в соответствии к кредитным условиям банка. Кроме всего этого, мы недавно разработали акцию специально для участников нашего проекта. В рамках акции можно будет делать покупки, вернуть часть обратно, и самые активные пользователи каждый месяц будут получать 20 тысяч драм на карту. Спасибо. Спасибо. Продолжаем игру. Восьмой раунд. Внимание. В финале весенней серии игр «Что, где, когда в Армении» будет разыгран главный приз – «Браморный орел». Если в финале победят знатоки, то «Браморного орла», а также денежный приз в размере 400 тысяч драм от компании «Росготправа Армения» получит лучший игрок этой команды. Если же в финале победят телезрители, то «Браморного орла» и денежный приз получит автор лучшего вопроса финальной игры. Против вас играет Алексей Корчагин, журналист из города Душамбе, Таджикистан. Внимание. «Ремедиус Варо». Внимание. Вопрос. Как испанская художница-представительница сюрреализма «Ремедиус Варо» назвала своё произведение? Время. Дайте посмотреть, пожалуйста. Глаза, проём, разные двери, опять глаза. Чужие глаза? Может, какой-нибудь взгляд из темноты, из прошлого, из будущего. Подглядывание. Подглядывание. Появились глаза на пути. А вот это что? Это книги? Это бабочка. Бабочка какая-то. Она стеклянная, нет? Стеклянный взгляд, ничего не значащий взгляд. А вот ты что из темноты смотришь? Может, это что-нибудь прошлое? Свеча, два мотылька, шесть глаз. Может, так и назвать. А то есть до такой степени, да? Свеча, два мотылька и три пары глаз? А цвет глаз интересный как? Ну, мотыльки на свет летят, а глаза... Мотыльки стеклянные. А цвет глаз какой-то не играет значение? Там все зеленое, тоска зеленая. В основном, да, вся картина зеленая. Вся картина зеленая. Может, по сцентам что-то... Да, зеленая тоска. Как-то это испанки знают какой-то... Время, господинь Коучарян. Я не знаю. Никто не начал отвечать, что это такое. Свеча. У нас очень такая, прозаическая, вернее, не у нас, а у меня. Одна свеча, два мотылька, три пары глаз. То есть, это название картины, господин Коучарян? Мне кажется, да. Это максимум того, что я осмыслив сюрреализм. Внимание, правильный ответ. Ночь на столе горит свеча. Это видно, да? Да. Повсюду широко открытые глаза. Бессонница. Свою картину испанская художница Ремедиос Варо назвала Бессонница. Кто сказал Бессонница? За столом кто-то сказал Бессонница. Неужели не видно, что там ночь и открытые глаза? Там еще много чего есть. Алексей Корчагин приносит шестое очко своей команде. Зарабатывает денежный приз в разбили 120 тысяч грамм от компании. В следующем году, господин Росгострах, Армения. Победа телезрителей, я называю имена телезрителей. Маргарита Азизян с вопросом о мячах гольфа. Артак Григорян, фильм «Дети шпионов». Ну не, Вартанян, метод Эдисона. Станислав Иванов, конструкция от снега. Сектор Росгострах и Алексей Корчагин о картине «Бессонница». Господин Айки Есаян, кто был лучшим знатоком сегодняшней игры? Господин ведущий, я не выбрал ни одного игрока, кто сегодня хорошо играл. И в знак солидарности, я думаю, команда согласится со мной, что если мы должны кого-то выбрать, мы дадим женщине в этот раз быть самой хорошей, так как она единственная в команде. Вероника Шамина становится лучшим знатоком сегодняшней игры. И получает книгу Арнольда Тоймби «Цивилизация перед судом истории. Мир и Запад» с автографом Рафиса Мерджиана, а также пакет «Форплей 4 в 1» от компании «Юком» на 4 месяца. Таняк Мадатов с 10-летней выдержки. 50 тысяч грамм на свой игровой счет от компании «Виваро» и 50 тысяч грамм на карте «Барри» от программы «Барри Кар». Госпожа Эмма Мажарова, кто был лучшим телезрителем сегодняшней игры? Первый вопрос был лучшим. А мяча в игре «Горь» Маргарита Азизян становится лучшим телезрителем сегодняшней игры. Получает коняк Мадатов 10-летней выдержки. 50 тысяч грамм на свой игровой счет от компании «Виваро» и 50 тысяч грамм на карте «Барри» от программы «Барри». Господин Шекьян, автор лучшего вопроса по версии компании «Штигин». Нам понравился вопрос сотрудника компании «Росгострахт». «Росгострахт»? Да. Давид Макарчан. Да. Получает сертификат со скидкой в 50 тысяч грамм на каждый киловатт мощности фотоэлектрической электростанции, предназначенной для бытовых целей от компании «Штигин». А у нас игра закончена. Спасибо за игру. А мы встретимся ровно через неделю на канале «Армения ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова